В Самаре запустили новый автобусный маршрут номер 87. Он будет ходить от Северного шоссе до станции метро Кировская и проезжать через Мехзавод, улицу Чекистов, кинотеатр Луч и Юнгородов. В Самаре вечером 1 октября произошел пожар в доме по адресу Фрунзе, 10. Здание не эксплуатируется. В 21.00 огонь полностью ликвидировали. Пострадавших нет. В Самаре начали поэтапное подключение многоквартирных домов и соцучреждений к источникам тепла. В ближайшее время начнет работать горячая линия. В Кировском районе Самары преобразили двор в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Работу провели по адресам Победы, 121 и Севастопольская, 11 и 15. Полузащитника Крыльев Советов Игоря Дмитриева вызвали в молодежную сборную Ю-21. С 5 по 9 октября футболист примет участие в учебно-тренировочном сборе, а затем сыграет в двух товарищеских матчах с молодежной сборной Китайской Народной Республики. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов системы среднего профессионального образования с профессиональным праздником. Он подчеркнул значимость сферы СПО, пожелал успехов в работе и благополучия. В Самарской области с 10.40 до 10.45 2 октября провели проверку системы оповещения. Сработали электросирены и сиренно-речевые установки. Пожар в Сызранском районе Самарской области локализовали. К тушению огня привлекли два самолета. Еще один очаг лесного пожара обнаружили в Красноармейском районе. В Самарской области на 2,2% выросло количество инфицированных COVID-19. Больше всего случаев выявили в Тольятти, Безанчукском районе, Новокуйбышевске, Похвестнево и Сызране. Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении административной ответственности за опасное вождение. Во втором и третьем чтениях парламентарии утвердили закон о лишении прав на срок до полутора лет за использование устройств, скрывающих госзнаки. В конце октября россиянам придется работать шесть дней подряд. Суббота 2 ноября станет рабочей. Выходные выпадают на 3 и 4 ноября. С 1 января 2025 года пенсии могут проиндексировать на 7,3%. Индексация запланирована как для неработающих, так и для работающих пенсионеров. В России выделят более 146 миллиардов рублей по программе охраны материнства и детства в рамках нацпроекта «Семья» на оснащение детских поликлиник и женских консультаций. Армия Ирана выпустила по Израилю от 200 до 500 баллистических ракет. Росавиация порекомендовала российским авиакомпаниям не совершать полеты в небе над Израилем, Ираном и Ираком.